друзья всем привет всем кто подключается или же будет смотреть нас в записи для тех кто не в курсе что здесь происходит мы собираемся мы это я и подписчики моего конец канала прошу прощения нюансы сорсинга мы каждую неделю собираемся на часовой live stream до в процессе которого я отвечаю на абсолютно любые ваши вопросы касающиеся сорсинга да и не только сорсинга рекрутинга найма в целом вот вообще на самом деле я не против что вы спрашивали какие-то вопросы касающиеся непрофессиональной тематики но это уже как бы десятый вопрос да то есть самая главная цель это вопросы на решение вопросов на профессиональную тематику соответственно образование всего комьюнити в целом вот и повышение ценности собственно вашего пребывания виде подписчика на моем канале так там кстати вот в чатике был вопрос только что вот майк отвечал по поводу того я как раз делюсь своим экраном по поводу того как искать как искать по прошлому работодателю по прошлому место работы да вот сейчас одну секундочку поделюсь экраном своим момент так странно почему не дает мне поделиться экраном момент друзья буквально пару мгновений сейчас так а вы сейчас видите только только whiteboard да напишите близ в чат увидите только whiteboard или видите весь мой экран так а если мы сделаем вот так вот whiteboard а я понял да сейчас момент друзья технические первая жизни технические неполадки зумом так-так-так-так-так-так один момент друзья я сейчас переподключусь для того чтобы у меня появилась возможность делиться экраном одну полминутки буквально так я вернулся теперь все в порядке соответственно делюсь экраном своим до поехали извините меня на за небольшие технические неполадки был вопрос по поводу того как искать по предыдущему работодателю вот на самом деле это доступная функция в самом бесплатном linkedin пакете данный то есть вы понятно смотрите тут вот такой момент да что означает бесплатный linkedin бесплатно означает что у вас не будет возможности просмотреть поисковую выдачу дальше чем третья страница вот так в принципе все что можно делать в поиске это делать можно другой вариант что у вас нет доступа как бы к этому к этой информации вот смотрите значит стандартном linkedin да мы переключаемся на вкладочку people вот и вот здесь обратите внимание не знаю вас может у вас на русском языке до интерфейс в таком случае здесь будет написано текущая компания вот если мы нажмем на all filters то здесь появятся другие фильтры до которые нам доступны и помимо current companies да или текущая компания здесь есть past companies вот и соответственно вы здесь можете добавлять эту компанию вот так вот по по одной да то есть вот так вот выбирая ее из списка вот я кстати не рекомендую включать сразу несколько делать каждый поиск в отдельности по одной компании as a past потому что если вы включаете несколько то выдача не полноценная получается вот проверено опытом интересно есть еще момент с тайтлами да смотрите здесь есть вот такое вот поле под названием title вот и под ним находится поле компании то есть по сути это поле отвечает за поиск тоже по текущей компании да но что здесь интересно что здесь можно перечислять ее при помощи названия вернее перечислять при помощи boolean оператора or да то бишь спросить чтобы это была компания либо такая вот либо такая либо такая например граммарли ор прэпли ор например давайте подумаем ор буста такая маркетинговое такое агентство украинское вот обратите внимание тоже до ор без пробелов в скобочках и после этого например указываем локацию украина нажимаем apply вот и обратите внимание что здесь у нас уже выпадают люди которые работают либо там да либо там либо там либо в прэпли либо в граммарли либо в бусте но это по сути такой лайфхак как бы как можно комбинировать сразу несколько вводных до в качестве текущего оператора так первые вопросы пошли сейчас секундочку как искать продакт менеджеров посоветуйте какие использовать джоптайтлы в целом где эти люди проводят время окей смотрите значит что касается продакт менеджмента давайте сразу поскидывать все запросы для того чтобы потом была возможность у вас их под видео собственно почитать и собственно воспользоваться и перейти как обычно в наших лучших традициях продакт менеджеры смотрите есть у меня такой документ мы в iDeals очень активно нанимаем продуктовую экспертизу вот и делаем это уже на протяжении последнего года формируем отдел продуктовой аналитики ну сформировали понятное дело в первую очередь большой и мощный по экспертизе да то есть отдел product менеджмента у нас есть enterprise отделение которое занимается развитием enterprise продукта есть core product вот инжиниринговая команда кстати у нас очень реально product minded и соответственно то есть у нас как бы продуктовая семантика очень важна для нас поэтому то есть мы делали очень массивный ресерч да на эту тему вот соответственно я вам сейчас просто поскидываю меня просто спросили какой да я вижу вопросы Юлия Анастасия на все отвечу поскидываю вам семантику да то есть продуктовых слов и запросов которые можно использовать для того чтобы находить собственно этих людей находить не обязательно по тайтлу потому что это очень интересный момент продукты иногда называют себя ну как то не продакт менеджер короче или не продакт менеджмент специалист да вот а вот составляющая этих профилей то бишь все разные как бы достижения их возможные которые они могут добиться на позиции продуктового менеджера да и так далее вот это как раз то что нам нужно вот вот здесь вот обратите внимание сейчас скину в чат эти слова это значит те та семантика то есть те ключевые слова которые помогали нам в определении таких successful established product менеджеров вот соответственно эти все слова необходимо перечислять либо при помощи оператора ор да ну либо как бы вообще не все сразу и но обязательно они должны быть в запросах да таким образом вот видите то есть собственно что у меня здесь и происходит да я как бы их перечисляю вообще это такой вот хинт вам как работать с поисковой стратегией вот у нас есть значит массив слов которые нам необходимо использовать да также мы используем джоп тайтлы да для поиска вот здесь мы видим тайтлс здесь ключевые слова после этого друзья важно зафиксированное количество результатов этой поисковой выдачи да для того чтобы мы понимали примерно какого размера рынок после этого друзья запрос на этот поисковой вернее ссылка на этот поисковой запрос на linkedin и после этого в идеале выгрузка этой выдачи при помощи фантом бастера в отдельную вкладочку этого документа да вот вот так вот это работает то есть по крайней мере таким образом мы можем как пенять на то что мы действительно проработали весь рынок вот вот эти вот все замечательные слова я вам кидаю пожалуйста пользуйтесь если будут вопросы по поводу того как составить их в один поисковой запрос да пишите расскажу sorry есть уже другие вопросы буду на них тоже отвечать с вашего позволения так буду вдячна за рекомендации пошуку досвеченных лидогенераторов и т.д. стратегия пошуку тайтлы каналы и т.д. окей это не шаблон Андрей это ну как корпоративный док который ну так скинуть очевидно что нельзя да ну потому что это как бы собственность как ideals и моя с этой компанией вот но ну напишите в личку могу просто там рассказать более подробно о том что вас будет интересовать вот или записать опять-таки какое-то видео я любитель записывать видео и вообще коммуницировать таким образом так Юлия лидогенерация смотрите так ну прежде всего да то есть прежде всего необходимо удостовериться что вы использовали все тайтлы которые возможны да поэтому давайте пойдем на linkedin и сначала это сделаем да у меня по-моему был такой датасет если он остался то я ему обязательно скину да он остался на самом деле это очень крутая штука то есть это массив данных да который был выгружен каким-то data scientist для какого-то исследования да вот и обратите внимание что здесь есть как бы тайтлы вот а к каждому тайтлу еще идет ну то есть ряд синонимов вот owner да это president partner manager директор founder и так далее вот соответственно здесь мы заходим сюда и смотрим что у нас тут есть по запросу sales то чтобы понять насколько нам этот датасет может помочь так пишем sales поиски ведь он большой на самом деле sales cheat я бы даже вот здесь сделал поиски именно вот по вот этому по вот этой колонке для того чтобы она нам соответственно показала уже только синонимы так numbers 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 quick filter да поехали добавляем filter title contains sales оп вот значит смотрите вот что она нам нам выдавала соответственно давайте посмотрим какие то есть тайтлы вот sales development representative да вот sales development representative мы соответственно берем просто вот эту вот ячеечку которая с синонимами идем в любую таблицу чистую вставляем эти слова а после этого нам необходимо видите то здесь они через точку с запятой перечислены нам необходимо с вами их разделить при этом использовать в качестве разделителя точку с запятой вот теперь обратите внимание что каждый из этих синонимов оказался в раздельной ячейке да но для того чтобы они были более приглядны и сразу различимы да мы соответственно с вами делаем вот таким вот образом мы используем функцию transpose в экселе да и захватываем вот так вот таким образом все вот эти вот ячейки которые у нас получились чит вот ну и обратите внимание соответственно вот эти все тайтлы которые там были перечислены да я вообще всем советую подобным образом научиться работать с таблицами да и с данными работать соответственно вот тоже таким образом почему объясню сейчас потому что вот таким вот образом данная собственно легко да составляются ну скажем так не легко но гораздо легче составляются в понятные какие-то запросы значит в итоге что мы можем сделать чтобы объединить это все какой-то понятный для нас запрос да мы друзья можем сделать с вами следующее сейчас вот значит вот у нас есть тайтл нам необходимо также добавить поисковые операторы да которые мы значит получается возьмем с двух сторон каждый этот тайтл да и перечислим еще их между собой при помощи оператора or видите здесь пишем or со скобочкой да это то что будет слева от ключевой фразы здесь пишем просто скобочку закрывающую и продлеваем эти значения ровно настолько насколько у нас с вами хватает этих значений которые мы собираемся поместить в эти скобки теперь пишем формулу простую элементарную формулу сложения данных значит эта ячейка после без пробела нас интересуют вот эта ячейка потом без пробела опять-таки вот эта ячейка и обратите внимание да то есть таблицы показывают нам что получится из той формулы которую мы с вами написали получится именно то что нам с вами надо вот теперь в чем удобство мы можем провести вниз вот так вот да и мы получим то есть это действие будет применено к абсолютно всем участникам до этой таблицы соответственно и всем вводным вот что теперь нужно сделать теперь нам необходимо объединить это все в какой-то один запрос да который мы могли бы потом соответственно использовать значит смотрите что мы делаем мы с вами копируем это все сейчас вставляем вот сюда то есть вставляем какую-то большую ячейку да чтобы понять насколько это как бы этот запрос получился относительно синтаксиса да так там стучатся люди сейчас секундочку заходите ребята так и теперь вставляем оп и теперь друзья у нас с вами получился вот он наш запрос до замечательный мы вот это все ненужное можем уже скрыть и вот у нас он получился тот запрос который мы складывали из абсолютно разных до значений при помощи таблицы вот так вот никакие буллин билдеры и не нужны на самом деле смотрите теперь идем сюда и даже если мы осуществляем поиск по бесплатному линкады ну да то у нас есть возможность учитывая то что мы использовали такие такой поисковой синтаксис у нас есть возможность соответственно использовать все эти тайтлы и перечислить их все поле для job title да опять нажимаем на all filters и вот здесь вот title их все вставляем только единственное что нам нужно исправить это убрать оператор ор перед первым тайтлом вместо этого взять первый тайтл в кавычке так и выставить локацию украина вот после чего мы получаем 804 результата юля это первый как бы да там ну наш с вами запрос вот значит я бы сюда кстати также добавил я там не увидел этого запроса sdr это sales development representative до аббревиатура ор и все наверно а мы посмотрим как увеличить sdr нормально на 67 кандидатов немало видите вот один зуб тайтл иногда добавляет реально расширяет выборку на там 64 профиля если эти все 64 профиля релевантные то но это это много вот значит что можно сделать дальше вы там сказали еще какие-то условия да так сейчас лидогенератор и фотоселзи ну смотрите лидогенераторы и селзы это реально ну такие две достаточно ну глобально разные вещи вот поэтому я вам предлагаю например если вы хотите сильных попробовать поискать вот так вот селзов по тайтлам но при этом чтобы у них в семантике их профиля то бишь просто в ключевых словах указать лидженерейшн ну то есть для того чтобы точно удостовериться в том что они скажем матерые селзы и упомянули такую такую штуку как лидогенерацию давайте посмотрим сколько их их кстати в 10 раз меньше да чем ну соответственно просто селзов которые не указали у себя в профиле лидженерейшн вот но вот это вот выдача из 100 человек она вообще то есть обязательно для проработки но это реально наверняка очень крутые типы крутые продажники простите типы такое слово слово паразит на самом деле мое вот и смотрите давайте теперь попробуем следы генерации поиграться в тайтлах да значит смотрите мы тут просто уже не будем смотреть в табличке просто напишем от руки лид дженерейшн берем в кавычки ор даже в скобках орлит джен ор еще есть такое название она не очень корректно но на нашем рынке используется лидс ресерчер то бишь типа ресерчер лидов вот глупо звучит но и вакансии так называются и люди так себя называют ор ор это может быть маркетинг ресерчер вот потому что продажа это по сути есть ор маркетинг ресерчер ненамного увеличила но тем не менее а нам еще вот здесь можно убрать из из ключевых слов лид дженерейшн и теперь а вот здесь теперь нам можно усилить эту выдачу посредством добавления например direct sales например да ор а sales больше то маловато окей а если мы добавим просто sales 164 это уже хоть жить можно держите юля я надеюсь я ответил на ваш вопрос если вам не хватит этих людей до которые здесь получились но там их достаточно много было то каналы которые вы можете также использовать да это в принципе фейсбук да то есть вы тоже можете сделать а стоп прожить перед перед фейсбуком необходимо обязательно посмотреть через x-ray выдачу давайте сразу это посмотрим так sales вот там еще люди встречаться заходите друзья рад вас всех видеть так смотрите значит здесь у нас вот так вот мы можем сделать lead generation location Ukraine выбираем sales оп и смотрим что у нас здесь вот ну помним да что выдачи x-ray до 300 результатов не обнадеживаемся сильно но тем не менее здесь тоже их пересматриваем да и аналогичный запрос составляем для sales 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 representative or давайте вот такой сейчас вот вопрос там про разработчиков вижу сейчас вот закончим с этим переходим к следующему вопросу а потом ваш вот сюда давайте еще добавим вместо sales lead generation вот держите юлия если вам это вам показалось понятно дело что пока не проверите не поймете но если вам показалось что вам это помогло то напишите в плюс в чате я буду рад оп скинул не в чат а в личку вот все перекинул для всех так следующий вопрос друзья сейчас 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 голенг разработчиков в городе Харьков какие еще примеры запросов могут быть смотрите ну во первых нужно понимать что голенг это руби да ну вообще как бы те кто пишут на гоу те писали или пишут на руби и ну в общем короче это я как бы вещи взаимо взаимозаменимая конечно но нету человека который как бы знает гоу вот но при этом никогда не писал на джаваскрипте руби и или PHP вот нужно понимать что это смежная технологии поэтому это нужно учитывать теперь значит что касается того как да пожалуйста или что касается того часа ваш вопрос еще уточню значит где найти голенг разработчиков ну смотрите прежде всего нужно посмотреть что у нас на стек оверфлоу да вот там как бы штука которую я пользовался на прошлом стриме да я пользуюсь ей вообще день от дня вот технологии энд локейшн указываем значит прежде всего нам нужно понять с вами каким образом гоу указан ну зафиксирован на стек оверфлоу по сути заходим для этого на страничку стек оверфлоу текст и тут начинаем писать гоу вот отлично просто гоу там все что нам нужно написать это просто гоу вот значит смотрите тут еще вот тоже такая вот полезная штука да это смотри ну давай ладно давайте посмотрим сколько в харькове по порядку тогда сейчас гоу локейшн харьков например капчи нам обязательно стек оверфлоу нас не пускает без нее давайте посмотрим сколько у нас здесь будет результатов результатов будет всего ничего как вы догадались вот ну то есть ничего страшного давайте посмотрим сколько будет результатов на гипкабе здесь пишем оператор language гоу после чего пишем локейшн харьки 24 юзера начнете что еще здесь нужно сделать это перечислить локацию при помощи того же оператора локейшн но с другим уже спеллингом то бишь не все пишут харьки некоторые например пишут я уверен что харьков харьков тоже русскоязычный город там скорее даже пишут так давайте посмотрим нет видите интересно пишут на украинском все таки окей хорошо но в таком случае я предлагаю вообще сделать ой 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 кто-то размьютился да ольга ольга размьютилась я вас замьютил обратно а здесь у нас точка ну-ка стоп давайте посмотрим нет точка никак не повлияло видите ну то есть обратите внимание что у многих там да там кто кого есть руби и так далее и php вот соответственно держите вот этот вот запрос ну и давайте пойдем на linkedin посмотрим что там на самом деле там же как обычно никого нет но все там и возможности безграничны нужно просто пробовать комбинировать разные слова менять их между между собой местами порядок этих слов вот и соответственно все получится что мы здесь можем вести здесь мы можем вести такую штуку как go or go lang так вот слитно прям go lang go or go lang а теперь wall filters добавить в title senior software например да or or full stack or full stack or full stack только уже через дефис потому что непонятно как кто его пишет у себя в профиле да и добавить локацию украины вот после чего я рекомендую сразу ну вообще вообще я всегда рекомендую когда вы делаете скрининг профилей я рекомендую использовать мой мульти хайлайтер и писать туда ключевые слова которые вас интересуют для того чтобы лучше анализировать поисковую выдачу перечисляем их тут прямо go go lang напишите на всякий случай php ruby roar on rails и javascript и javascript просто чтобы javascript вот и теперь вот включаем этот ползунок и теперь ну выдача никогда не будет прежней собственно а да кстати давайте добавим еще сюда семантику харькова берем это кавычки и тут ставим между эти скобками он открываем опять скобки и пишем харьки for харьков for харьков получаем 52 человека ну опять таки я не рекомендую искать по городам при помощи ну при помощи ключевых слов название городов потому что linkedin покажет гораздо меньше кандидатов да чем есть на самом деле поэтому я рекомендую все таки пересматривать выдачу по всей украине а потом уже ну то есть если там прям совсем никого да то ну идти вот к этой выдаче потому что видите она соответственно ну я обе скинул в чат но она соответственно 10 раз меньше ровно 10 раз меньше вот ну и теперь видите благодаря мультихайлайтеру вы заходя в профиль кандидата вы сразу вообще ну так не сразу но развернув там ту информацию которая есть у него в профиле а особенно друзья секцию скиллы понятное дело да потому что там ну больше всего может быть этих совпадений которые мы ввели вот вы можете понять насколько он мячится ну вот например этот парень ну так себе да вроде как на первый взгляд но есть какие-то попадания но не то чтобы сейчас просто покажу разницу с тем когда ну профиль мячится действительно по-другому это выглядит не сильно заполненный о ну вот уже видите когда есть три разных цвета и вот вот так вот это выглядит что есть пересечение о php javascript golang golang на первом месте значит все как я говорил то есть типа вышли из php с джаваскриптом пришли в go да потому что ну go это open-source язык он популярный он считается что быстрый безопасный и так далее вот еще один пример того как профиль больше подходит до нам я бы его добавил в воронку на самом деле да единственное что я не могу понять мы не указали локацию украины не указали а почему здесь у нас ага ну это просто я понял ребята которые учились в харькове поэтому они выпали а так вообще вот товарищ на данный момент работает в москве ну давайте еще посмотрим какие то вот соответственно ну прежде всего конечно нужно обработать этих ребят вот а потом уже смотреть хватит ли вам их вот тоже к слову парень я уверен пять лет опыта у него компьютерное образование вот я бы его тоже ему писал поэтому да анастасия дайте знать понравилось ли вам мое решение так давайте дальше кстати вопрос по поводу мульти хайлайтер а сори я не скинул это такое расширение для google chrome которое вы вводите ключевые слова которые необходимо подписывать вам ой подписывать подсвечивать вот и ну соответственно chrome это делает то есть вы заходя куда бы то ни было видите вы можете этот режим как отключить так и включить вот когда он так включен вот эти все слова которые вы укажете здесь они соответственно будут подсвечены вот кидаю ссылку вы пишите мне в личку никто не видит что вам понравилось но в общем я рад что вам понравилось это хорошо так следующий вопрос следующий вопрос как искать разработчиков по стеку связки например python плюс реакт смотрите ну как только ключевыми словами по сути но тут такой вот прикол что python плюс реакт это скорее всего full стек да поэтому то есть ну как бы смотрите тут такой трекий момент потому что можно искать просто по full стеку и python потому что подразумевается что если человек как бы full стек то он любом случае на чем-то пишет фронт-энд да реакт это фронт-энд вот но в чем тут нюанс что python имеет фреймворк который отвечает за фронт-энд и это не реакт да мы все знаем что реакт это фреймворк языка javascript вот и соответственно написав full stack python конечно конечно в выдачу могут попасть кандидаты которые пишут фронт-энд на джанго а не на реакте да фреймворк фронт-энда python это джанго вот поэтому я рекомендую вам все таки делать запрос который касается именно python and и и вот так и писать react or react js еще вот пишут без без пробела а знаете еще как рекомендую or javascript or js да потому что ну то есть вам конечно нужно будет потом узнавать что там angular или react у него но если javascript и python зачастую это во-первых full stack вернее это точно full stack да потому что javascript смотрите такой такой прикол то есть javascript это full stack язык да то есть там можно писать и backend и frontend и python это full stack язык вот но видите как интересно да что на самом деле на практике модно и большинство программистов это делают комбинировать front и back из разных языков да и тем самым как бы не все пишут на вот python и джанго да потому что это два как бы frontend и backend и там например node.js это backend язык джаваскрипта да и react например вот некоторые любят комбинировать честно дальше тут уже как бы я ввиду того что никогда не писал код так основательно я соответственно не могу сказать в чем нюансы но я уверен что они есть это неспроста такая тенденция поэтому указав python or javascript вы в принципе имеете все шансы на таких людей выйти смотрите сюда значит мы переключаемся опять в вкладочку people location юля дело в том что астерикс оператор не работает на простом поиске на linkedin но вообще очень да очень как это слушное зауважение и действительно ну как можно и нужно использовать оператор звездочка для того чтобы он замещал слова соответственно которые нас интересуют это хороший point да очень любит уже этот оператор так видите у нас linkedin ругается из-за количества операторов насколько я понял поэтому я применил правильный синтаксис да видите все теперь все в порядке выставляем украина опять таки вот и теперь видите ну их как бы много ну достаточно да много вот поэтому нам необходимо здесь указать title чтобы понять тем самым определить seniority да вот software например нас интересует софтвейер ор давайте например фулл стэк ух как много нет давайте даже не так давайте сделаем software ор веб а фулл стэк добавим в ключевые слова чтобы это было обязательным условием ну да тогда мне понравится поисковая выдача точно потому что еще такой момент смотрите linkedin как и google к слову всегда врет да почему потому что вот этих вот 3600 результатов они то есть но даже платным пакетом да вот у меня например пакет sales navigator платным пакетом будет доступен этот поисковой результат только до сотой страницы а не сложно догадаться да что ну учитывая то что у нас на каждой странице ну то есть 10 результатов соответственно ну их всего будет тысяча вот и что самое интересное друзья в sales navigator если осуществить такой же поиск там будет доступных результатов всего 2500 то есть опять таки даже в платном пакете да все 3600 результатов нельзя достичь почему 2500 в sales navigator потому что там на одной странице 25 поисковых результатов ну и соответственно 100 страниц поиска на 25 это 2500 вот в доказательство вот если мы перейдем на сотую страницу результаты закончатся да вот и это на самом деле ужасный пользовательский опыт на мой взгляд ну как и linkedin ну конечно надавать будут за такое по голове но кто же это сделает если не собственно билл гейтс и microsoft который им владеет вот да давайте соответственно этот запрос усилим еще фулл стэком пишем тут and и перечисляем смотрите фулл стэк иногда пишут слитно фулл стэк да в пакете Андрей вы абсолютно правы в пакете за тысячу долларов доступна вся выдача но проблема в том что не у всех есть особенно у рекрутеров которые работают на фрилансе например или да и не у всех компаний есть такой бюджет на одного рекрутера правильно вот да поэтому но вы абсолютно правы ну то есть по сути по сути это инвестиция того стоит даже если кажется на первый взгляд что ну как что это много да ну да ну да пошли они да как такие деньги можно платить и так далее но понимаете то есть как бы там реально открывается доступ к ну как untapped talent знаете это называется тот который мол ну не все потрогали вот так фулл стэк or full стэк и берем это все в скобочки о вот это вот отлично да то есть вот это та поисковая выдача вот я всегда говорю правильная хороший поисковой запрос это запрос показывающий до одной тысячи результатов в идеале 500 да то есть 500-1000 вот это тот для вас индикатор должен быть что эту поисковую выдачу можно начинать перебирать да вот соответственно видите вот вы тут обратите внимание что не все конечно не все используют python с реактом потому что некоторые используют его с да мог могу анастасия конечно все ссылки будут потом доступны в описании к видео вот значит соответственно это немало вот и я рекомендую эту выдачу выгружать при помощи там или фантом бастера или еще чего-либо и соответственно уже там фильтровать более подробно по тайтлам в таблице например да потому что опять-таки linkedin ну то есть зачастую очень грешит кстати не могу не поделиться с вами друзья буквально вот вчера приехала новый ultimate edition full stack рекрутера от яна тегзе и девушек из Ukrainian sourcing community которые любезно собственно заказали партию этих книг вот у них их можно купить не видно виртуальный бэкграунд съедает вот так вот видно у них эту книгу можно купить и не ждать пока она приедет с амазона вечность поэтому спасибо им большое за такую возможность а я ну спасибо большое вообще за этот кладезь знаний там конечно ну как лопатить не перелопатить я вам хочу сказать этот sourcing и recruitment вот очень крутая книга всем рекомендую настоятельно это такой офф-топ офф-топ комментарий да так теперь что-то еще хотелось сказать по поводу так сейчас одну секундочку какой-то вопрос еще тоже у нас есть да вопрос по поводу того как искать сэлзов в следующий раз наташа пишите в этот самый в общий чат тогда все будут видеть вопросы всем будет понятно о чем идет речь книгу можно приобрести цена не знаю я покупал просто в день до официального начала продаж вот поэтому сейчас может быть дороже но книгу можно приобрести у девочек из украины найти сорсинг комьюнити группа такая в фейсбуке сейчас скину вам идти сорсинг о вот вот здесь вот девочки постили круто то что они по сути облегчили возможность да ну как купить не ждать вернее эту доставку с амазона они отправляют из днепропетровска ну и там буквально один день давайте посмотрим вот тут кстати вот люда восьмого мая написала что-то про ага ну да это я видел этот пост его смотреть не будем да так что обращайтесь с девочками они вам помогут обязательно я уверен будут рады это очень крутой на самом деле с их стороны коммитмент я считаю ну потому что это очевидно что им как бы стоило если не денег а я думаю денег ну как я имею ввиду предоплаты да какой то то усилий вот потому что ну как они успели по сути вот первого июля запустилась по всему миру продажа да и они по сути успели запуститься со всем миром то есть ну и сразу найти на месте ее иметь это круто спасибо вам большое девочки если вы слышите вот побольше таких коммитментов вот так теперь что то я начал отвечать там еще про да про то как искать сейлзов или лидогенераторов в компаниях донорах смотрите ну прежде всего прежде всего да компании доноры хорошие для сейлзов или лидогенераторов это агентства маркетинговые да это какие-то стартап студии по сути да которые могут ну то есть выдавать вот такие услуги по типа там гроус хекинга и так далее вот но агентство мне почему то подходят приходят на ум больше всего давайте я сейчас покажу как можно посмотреть например на доу странички компаний этих агентств чтобы их старгетировать вот наш любимый запрос поиска собственно компании и тут мы пишем маркетинг и получаем соответственно здесь алекс банник вы хотите размьютиться у нас тут как этот лёш привет на самом деле вот если есть какой то вопрос пиши его в чат мы тут в таком в одно не мьютимся короче не размьючиваемся все вместе только в одностороннем режиме смотрите ну то есть это вот первичный да как бы там список тех компаний которые вы можете старгетировать с целью чтобы найти оттуда людей да как еще это кстати можно делать я вот тоже очень люблю заходить на университеты это такой тоже не стандартный достаточно поиск заходим на страничку университета например шевченко да ну такого побольше желательно вот и здесь соответственно идем во вкладочку alumni то бишь выпускники да вот и ну что прикольное тут можно выставить окончание учебы да то бишь дату выпуска соответственно ну каким то хоть примерным способом старгетировать возраст да кандидатов и соответственно их опыт работы в каком то смысле вот ну а также что здесь удобно здесь можно набрать несколько фильтров по типу вот дойду да то бишь кем они работают и выбрать здесь например сейлс вот при этом при этом при этом это все можно скомбинировать например с давайте посмотрим еще с чем вот дейскил это да то бишь это делается на основании их скиллов и эндорсментов которые по этим скиллам есть вот вы можете выбрать там опять-таки или бездев или стратегик пленнинг или ну в общем что угодно вот и тем самым получить этих людей по вот таким критериям видите и ну соответственно здесь они будут называться каждый по-разному некоторое кстати вот слово country-менеджер country-менеджер это кстати тоже хорошая семантика для включения в этот поиск зачастую country-менеджеры тоже хорошие сейлзы вот field sales кстати это тоже вот я забыл включить это тоже такой ну как сегмент продаж которая соответственно тоже можно включать это даст ну в любом случае даст свои результаты вот то же самое можно сделать с любым другим университетом да ну и например здесь там сделать 2015 год окончания да университет это как раз должны быть по идее мы и ровесники я в этом году закончил вот вот и соответственно получить то есть уже тут видите выдачу которая ну не факт что выпадет в том поиске который мы делали да кстати что интересно что вот этот поиск который я сейчас делаю его тоже можно ну как сохранять во первых я сейчас поделюсь им с вами в чате а во вторых самое главное к нему можно вернуться потом да то бишь ну это удобно вот почему-то не активной ссылкой она скинулась но я потом под видео как обычно традиционно размещу все со ссылками вот поэтому не переживайте о есть вот поэтому и давайте вот этот вот файлик вам еще с related job title скину кстати Андрей вы спрашивали меня про вот этот вот файлик или про все-таки тот который я вам не могу скинуть любопытно просто я вспомнил что вы спрашивали вот но как бы то ни было давайте давайте отправлю вам тот который могу отправить по крайней мере тот который содержит в себе job title так job вот он у нас называется related job title dataset а про сам образец ну блин то не образец то к сожалению как бы ну результат работы скажем так и там там содержится контактная информация кандидатов в общем так вот прямо сейчас пошарить его не готов вот но вообще с удовольствием подумаю про то чтобы темплейт и логику да логикой поделиться с вами в какой-то момент и ну соответственно чтобы она у вас тоже была вот да друзья кстати хочу вскользь еще сказать реально про очень крутую конференцию на которой я буду выступать на следующей неделе это виртуальный sourcing summit да и соответственно то есть на мой взгляд это реально ну как супер выгодное сочетание того сколько это стоит и сколько ценностей реально вы можете за это получить вот здесь ввиду того что пандемия сделала нас всех удаленными да ну возможно по сути как бы объединить спикеров из абсолютно разных континентов абсолютно разного уровня и так далее и что вот что собственно и произошло да то есть никогда ранее на sourcing summit не выступало больше 50 спикеров вот это опять таки все из них это лидеры мнений топ специалисты индустрии да у некоторых из них будет по два доклада воркшоп и доклад вот вот шелли стекер например вот этот вот товарищ он строил сорсинговую функцию в таких компаниях как google microsoft и amazon вот ну там ирина шамаева все знают она хоть в таких компаниях и не строила но соответственно она уникальная тоже барышня я бы сказал специалист в этом сегменте вот янтек за который собственно написал книгу которую я вам только только что показывал и весь этот контент то без презентации все записи выступлений и так далее будут доступны вам да то есть до ну как бы лайфлонг да как говорится но это реально очень круто не выходя из дому можно получить реально себе вот контента на ну на год вперед условно говоря да и ну каждый каждый из докладов я писал да у себя в канале что вот если воспользоваться ссылкой моей реферальной и она дает вам десять процентов вот я тоже кидаю в чат ой сейчас секундочку скину вам чат то соответственно каждое выступление будет стоить скажите я скажу по что то да вот видите сто семьдесят пять баксов за ну как за полностью за весь контент соответственно там будет больше 60 докладов то есть как бы один доклад три доллара сто гривен правда вот короче такого еще не было я считаю поэтому как воспользуйтесь возможностью если это вам опять-таки нужно если вы себе это можете позволить вот но это сто процентов ну то есть супер выгодное предложение касаемо соотношения цены и качества вот друзья наше время подходит в концу я рад что вы сегодня были на этом эфире задавали мне вопросы я буду рад если вам это оказалось полезным опять-таки пишите плюс в чат именно так собственно я и пойму что вы получаете какой-то профит от наших встреч вот я всем желаю хороших выходных да не жарких хороших прохладных выходных вот и со всеми кто блин класс столько всяких позитивных мнений здорово ребят я тоже вам всем очень рад спасибо что фолловите меня вот дальше больше самыми любопытными надеюсь до встречи на конференции на следующей неделе на сорсинг самим виртуал всем пока а